25 января после затянувшихся зимних каникул к учебе вернулись воспитанники начальной школы. В 17 общеобразовательных учебных заведениях Дагопилса в общей сложности насчитывается 3284 ученика с 1 по 4 класса, которые в связи с эпидемиологической ситуацией будут учиться удаленно. Исключением является Стропская основная школа Центр развития, воспитанники которой продолжают очное обучение. Сотрудники городских школ, заботясь о том, чтобы учебный процесс проходил успешно, еще на прошлой неделе связались с родителями школьников, согласовали с ними график и формат занятий, а также способ получения заданий. Решается также вопрос технического обеспечения. С 27 марта по 4 декабря прошлого года от Министерства образования и науки было получено 236 ноутбуков, 92 планшета и 144 смартфона, чтобы выдать их школьникам для использования во время учебного процесса. Для оборудования рабочих мест педагогов самоуправление приобрело еще свыше 900 компьютеров. Если этих ресурсов окажется недостаточно, придется искать дополнительные решения. Школы выдали всем тем родителям, кому было необходимо планшеты, телефоны или компьютеры, но у кого что имеется в наличии. Что касается техники, то на сегодняшний день есть опасения, что технические ресурсы скоро могут быть исчерпаны. Одна надежда, что таких семей, кому еще нужна техническая поддержка, осталось немного. Пока мы всех тех, у кого была такая потребность, техническими ресурсами относили. Наши дети могут подключиться к учебному процессу и могут заниматься. Для осуществления удаленного процесса обучения в первых-четвертых классах будут использоваться те же платформы, что и для учеников старших классов. Zoom, Skype, а также новая функция ведя связи Э-класса. Проконсультировавшись с родителями, школа на данный момент ориентируется на то, чтобы как минимум несколько уроков в день проходило в режиме прямой связи. На остальных уроках ребята будут работать самостоятельно, используя учебники, рабочие тетради и учебные интернет-платформы. Однако есть и такие родители, кто желают получать задания исключительно в виде рабочих листов, и им такая возможность будет обеспечена. В управлении образования отмечают, что в общем, благодаря сотрудничеству школы родителей, учебный процесс удается организовать довольно успешно. Утром 25 января к системе не подключилось лишь несколько учеников начальной школы. Каждую ситуацию проверяют в индивидуальном порядке, и если будет необходима помощь, будет подключена и школа, и управление образованием. Больше всего родителей сейчас волнует, как организовать присмотры за ребенком. Управление образования в рамках своей компетенции предоставляет информацию и консультации также для решения этой проблемы. Родители нам звонят чаще всего с вопросами, а кто будет присматривать за ребенком, куда мне ребенка оставить, когда я иду на работу. К сожалению, мы не можем решить эти проблемы семьи, очень их понимаем. Государство предлагает свой формат поддержки, предлагает пособие всем родителям, у кого есть дети до 10-летнего возраста. Сейчас с пособием можно получить неограниченное количество времени, не подав заявку в службу страхования. Более подробная информация есть на нашей домашней странице. Мы ее разослали всем медиам и просили школы проинформировать родителей о возможности получения этого государственного пособия. Конечно, нужно признать, что ситуация малоприятная и сложная. Всем очень хочется и было бы необходимо учиться и работать очно. Но, однако, приходится согласиться, что удаленная учеба все же лучше, чем бесконечные каникулы и неопределенности. На протяжении всей недели Управление образования будет тщательно следить за ситуацией, чтобы при необходимости внести нужные коррективы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.